Итак, как я уже сказал, к новостям из столицы Удмуртии мы еще вернемся, а пока Казань. Кадры с пересечения улиц Пушкина и Карла Маркса. В главных ролях инспектор ДПС и некий военный следователь из Саратовской области за рулем кроссовера. Началось все с того, что сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, решил побеседовать с водителем. Но только последний беседу резко прервал. Тронулся с места и протащил полицейского, который вцепился в дверь почти десяток метров. Так что тот едва не угодил под колеса троллейбуса. Но тут же подоспел коллега, владельца иномарка задержали, а далее выяснилось самое интересное. Пострадавший инспектор оказался тем же самым, что неделю назад пытался осмотреть багажник машины депутата Госдумы Фатиха Сибагатулина. И, как мы рассказывали, получил от народного избранника весьма нелестную характеристику. Маленький лентидантик и шпингалет. Сам Сибагатуллин извиняться не стал. Ограничился фразой «пусть работает». Ну, вот он и работает. Как видно, честно и принципиально. Чем может закончиться новая история, разбирался Михаил Терентьев. Михаил, приветствую. Приветствую. Военному следователю что-то грозит? Как ни парадоксально, но, скорее всего, лишь административный штраф. На видео лишь финал истории. По словам полицейского, была погоня. Водитель проехал на красный и, словно игнорируя требования инспекторов, продолжил свой путь. Затормозил нарушитель лишь когда перед внедорожником появился троллейбус. Что было дальше, инспектор рассказал сам. Ответил то, что у него нет времени на разговоры. Он следователь военно-следственного отдела. Я потребовал документы согласно пункту правил 2.1.1, правил дорожного движения. На что он отказался передать мне водительское удостоверение. И резко начал движение. Я где-то по инерции пролетел, что ли, метров 6-7. И упал на асфальт. Скрутить нарушитель помогли коллеги Батурдинова. Его доставили в отделение полиции, где и завели административное дело. А вот инспектору пришлось покидать пост на карете скорой помощи. Я был доставлен в РКБ, где меня осмотрели. Медперсонал. Все хорошо, уши были. В отделе СКРФ по Казанскому гарнизону заявили о нарушитель Игорь Пилипенко. Действительно их сотрудник. Его оградили от общения с прессой. И подчеркнули, на самом деле, все было совсем иначе. Мол, никто никого не сбивал. И вот цитата. Если вы внимательно смотрели видеозапись, то видели, что сотрудник зацепился за автомобиль и проехал несколько метров. Конец цитаты. Вот только возникает вопрос, а почему Пилипенко решил ехать, когда инспектор просил остановиться? К слову, неповиновение силовикам, как выяснилось, уже не впервые. По информации местных СМИ, в прошлом году его уже лишали прав за отказ от медосвидетельствования. Неужели ему есть что скрывать? Или причины иные? Ну, смотрите, следователь молодой. Недавно получил высшее образование. Скорее всего, недавно обмывал диплом. Вот. Крылья распушил. Вот. Кто такой постовой по сравнению с новоиспеченным следователем? Я не знаю. 25 лет тоже в голову дают. Реально просто неуважение. К такому же служивому, как и он. Впрочем, журналистов не удивило такое поведение молодого следователя. Мол, тут не в возрасте дело. Якобы нарушитель Игорь Сергеевич Пилипенко, сын Сергея Пилипенко, зама глава администрации города Саратова. Совпадает все. И номера на машине, и марка. Похоже, внедорожник в декларации саратовского чиновника. Но в мэрии города заявили, без комментариев. Личные данные они не раскрывают. Мне кажется, что стоит даже выразить определенную благодарность вот этому лейтенанту, который, несмотря на какие-то чины, не боится бороться и так можно выразить с преступностью. Потому что, насколько я знаю, неделю назад была ситуация вот с депутатом Госдумы от Единой России. Лейтенанта Бадурдинова прозвали принципиальным, когда он не испугался остановить авто депутата Госдумы. Тогда инспектор, кстати, был при исполнении и выслушал в свой адрес кучу нелестных слов. Из уст народного избранника Атехаси Боготулина извинений не последовало. Как, впрочем, и дисциплинарных мер. И вот после очередного случая активисты и общественники уже предложили поощрить принципиального полицейского за то, что он ни много ни мало ломает стереотипы. Меня, кстати, не удивляет поведение власти имущим в этой ситуации, потому что от них как раз этого ждешь, потому что от них ничего хорошего не ждешь. Меня удивляет поведение этого сотрудника ГИБДД, потому что она абсолютно не вписывается в существующую парадигму. Видите, это же вызывает резонанс, почему? Потому что это не является нормой. И для нас это удивление, как обычный сотрудник ГИБДД противопоставляет себя власти имущим. Будет ли лейтенату Батурдинову премия или устная благодарность, неизвестно. Возможно, что завтра в профессиональный праздник, выступая перед личным составом, многочисленные начальники системы МВД поставят работу этого инспектора в пример. Михаил Терентьев о тех, кому закон не писан, и о том, кто это пресекает. Субтитры создавал DimaTorzok